МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До конца года в Барановичах заменят 64 лифта. Новое устройство появится в 30-ти высотках. Очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних городского исполнительного комитета прошло в Барановичах. Члены Комиссии рассмотрели 30 материалов проверок. Если вы тратите меньше 150 минут на занятия физкультурой в неделю, значит, скорее всего, у вас гиподинамия и риск получить одну из болезней цивилизации – инфаркт, инсульт, диабет, ожирение, рак. О том, сколько и как необходимо двигаться человеку в течение дня – в материале нашей программы. Молодежный флешмоб, направленный на привлечение внимания жителей города Барановича, на проблему СПИД прошел в Барановичском профессиональном лицее машиностроения. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Сегодня Барановичем 147. У каждого города, как и у каждого человека, своя судьба, биография, история. 29 ноября считается днем основания Барановичей. С 1871 года хроника нашего города наполнена множеством событий, которые начинались с железной дороги. Через 147 лет Барановичи из маленького поселения превратились в восьмой по величине город Беларуси, причем один из самых современных, красивых и развивающихся. Благодаря труду многих поколений Барановичи стали одним из крупнейших индустриальных, экономических, культурных и духовных центров Беларуси. Каждый год приносит что-то новое в облик в жизнь Барановичей. Успехи города складываются из успехов его жителей. И чем большего мы достигнем своим трудом, знаниями, устремлениями, тем ярче, интереснее, богаче и плодотворнее становится жизнь города. До конца года в Барановичах заменят 64 лифта. Новое устройство появится в 30 высотках. На данный момент монтажные работы завершены по 45 лифтам. На один механизм у специалистов уходит порядка 20 дней. Основные работы будут вестись в жилых домах Северного микрорайона и военного городка. К сведению, с 2013 по 2017 в городе заменили 13 грузоподъемных машин. Современную высотку сегодня просто невозможно представить без лифта. Поэтому так важно ценить это и, конечно же, следить за тем, чтобы все грузоподъемные машины работали исправно. В Барановичах до конца этого года коммунальники заменят 64 лифта. Работы ведутся активными темпами. Модернизация проводится в соответствии с поручением президента и концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому все оборудование должно быть приведено в надлежащее состояние до 2020 года. В нашем городе устройство появится в 30 многоквартирных домах. Сам процесс замены трудоемкий. На один лифт уходит около 20 дней. Ведь меняется не только кабина, но и все оборудование по шахте. Двери, частотный регулятор, силовая проводка, освещение, лебедка. Затем проходит испытание лифта и его запуск. Планом на 2018 год была предусмотрена замена 64 лифтов. В настоящий момент, то есть на текущий момент, завершены монтажные работы по 45 лифтам. Из этих 45 лифтов 24 уже введены в эксплуатацию. И в настоящий момент в работе остается монтажными работами и охвачено еще 14 лифтов. Ну и хотелось бы обратить внимание, но акцентировать на этом, что до конца декабря доведенный план по замене 64 лифтов будет выполнен. Современные лифты разительно отличаются от еще работающих, но физически устаревших машин. Новые светлые кабины намного уютнее и позволяют экономить до 30% электроэнергии. Регулятор дает возможность им плавно разгоняться и тормозить. Увеличится и срок эксплуатации. Раньше он составлял 25 лет. Нынешние механизмы рассчитаны на 30 лет. Еще один из плюсов – это скорость. Новый лифт будет лететь со скоростью 1 метр в секунду. Это на 30% быстрее, чем раньше. Конечно же, улучшится и связь с диспетчером. Теперь она не проводная, а стандарта 4G. Появится внутри кабин и видеонаблюдение. Основные работы ведутся в северном микрорайоне и военном городке. Во многих домах уже прописались новенькие устройства. Вместо старого изношенного лифта здесь появились комфортабельные механизмы с мягким ходом и высокой грузоподъемностью. К концу 2018 года жители всех областей Беларуси смогут обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115. Вся Беларусь будет охвачена одним справочным консультационным номером 115, куда может позвонить любой потребитель и высказать свою претензию, получить консультацию. В Министерстве ЖКХ заинтересованы в том, чтобы потребители коммунальных услуг знали свои права и имели представление, как их отстаивать. Напоминаем, что с 28 ноября к единому областному контакт-центру подключились и барановичи. Горожане могут круглосуточно обращаться по номеру 115 в случае возникновения различных вопросов, которые касаются водоснабжения и водоотведения, отопления неисправности лифтов, бытовых услуг, санитарного состояния и благоустройства. Нововведение позволит решать проблемы максимально оперативно. Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних городского исполнительного комитета прошло в Барановичах. Члены комиссии рассмотрели 30 материалов проверок. Большое внимание уделяется работе с детьми от 10 до 15 лет. Семейные отношения, воспитание детей – личное дело каждого, но бывают случаи, когда без вмешательства госорганов не обойтись. Если на кону стоят здоровье, безопасность и даже жизнь ребенка, В этом случае на защиту прав детей выступают органы по охране детства, одним из которых является комиссия по делам несовершеннолетних. Среди приглашенных на заседание комиссии лиц новичков почти не было. В основном это несовершеннолетние, совершившие административные правонарушения, либо родители, которые ненадлежащим образом справляются со своими обязанностями. Первыми в зал вошла пара. Семья с весны находится под контролем госорганов. С того времени все силы направлены на исправление ситуации. Однако сдвига в положительную сторону не наметилась. Женщина страдает от алкогольной зависимости. Иногда она пропадает на несколько суток. Две девочки детсадовского возраста часто остаются одни без присмотра. Отец не участвует в их воспитании. Все обязанности лежат на бабушке. Зачастую молодая мать приходила забирать детей из дошкольного учреждения в побоях и в состоянии алкогольного опьянения. В этом случае педагоги передавали малышек под расписку участковому, а те в свою очередь бабушке. Сейчас девочки находятся в больнице. Члены комиссии ситуацию по этой семье рассматривали довольно скрупулезно и тщательно. У родителей ранее погиб маленький ребенок. В этот день они тоже были под крепкими напитками. Чтобы трагедия не повторилась, комиссия признала детей нуждающимся в госзащите на полгода. Это последний шанс. Мама и папа должны доказать, что детям с ними действительно будет безопасно и надежно. Еще одна женщина пришла на заседание, чтобы оправдать себя и оставить дочь в семье. Девочке всего лишь 6 лет. В таком возрасте ей уже поставлен диагноз анемия четвертой степени. При посещении комиссии квартиры этой семьи выявлена антисанитария. Девочка плохо одета и спит в кровати, предназначенной для детей до 3 лет. В первый раз педагоги детского сада пошли женщине на уступки. Порекомендовали сделать минимальный ремонт, убрать квартиры. Хотя бы постирать вещи, убраться на полках в шкафах, вымыть пол, вытереть пыль. При повторном посещении жилья изменений не было. Единственное, девочку переселили в другую комнату. Условия там представляют опасность для жизни малолетней. Лекарства на полках, электротехника. А совсем недавно ребенок, не понимая последствий, включила утюг в удлинитель. Вследствие чего прожгла стул. Страшно подумать, чем все могло закончиться. Мать не осознает проблему и не прилагает усилий для ее исправления. Кроме этого, даже на своих квадратных метрах она не ориентируется. Не может рассказать, где лежат вещи дочери. Горе-мать трудится в магазине посменно, два через два. На вопрос комиссии, что она делает в выходные дни и почему в доме бардак, женщина спокойно ответила, что в свободное время спит и времени не хватает на уборку. Члены комиссии дали ей срок навести порядок до 12 декабря. В ином случае ребенок окажется в приюте. У женщины есть совсем немного времени, чтобы осознать весь ужас происходящего и навести порядок не только в квартире, но и в своей жизни. Республиканская акция от предрассудков и условностей к равным возможностям проводится в Белоруссии с 26 ноября по 7 декабря по инициативе Министерства труда и социальной защиты. В этом году акция проходит впервые и приурочена к Международному дню инвалидов. Она нацелена на то, чтобы привлечь внимание общества к теме инвалидности. Но главное, мы призываем всех неравнодушных людей навестить инвалидов, чтобы пообщаться, узнать об их проблемах, подарить что-то. Адреса инвалидов, желающих участвовать в акции, предоставят территориальные центры социального обслуживания населения. Их специалисты, социальные работники, при необходимости вместе с желающими навестят инвалида или семью, где воспитывается ребенок с особенностями. Таким образом, можно сблизить обычных людей с теми, у кого есть инвалидность, помочь установить взаимопонимание. Гиподинамия или, как ее называют в народе, болезнь неподвижного образа жизни. Не болезнь в привычном понимании слова. Это нарушение многих функций организма, от дыхания до обмена веществ, связанное с недостатком движения. На ее фоне как раз и могут расцвести разные болезни. Специалисты считают, что нет никакого другого способа борьбы с гиподинамией, как заставить себя двигаться больше. Как правильно подобрать нагрузки в следующем материале. Статистика свидетельствует, что за последние тысячелетия в 100 раз снизилась физическая нагрузка на человека. Это связано с урбанизацией, с автоматизацией и механизацией труда. На 10% повышается часто людей, испытывающих гиподинамию, каждые 10 лет. 60% взрослых и 75% школьников страдают гиподинамией. Всемирная организация здравоохранения, она считает, физические нагрузки, это не только занятие спортом, это и нагрузки обычные. Вот, допустим, работа по дому, в саду, в огороде, это тоже будет физическая активность. Так что потратить 150 килокалорий, нужно 45 минут мыть пол или окна, 45 минут играть в волейбол, 30 минут ехать на велосипеде, то есть нужно проехать 8 километров на велосипеде, или пройти 3 километра пешком за полчаса, 20 минут плавать, 15 минут бежать, то есть полтора-два километра, или 15 минут подниматься по лестнице. Всего лишь только 150 килокалорий затратить. А что такое 150 килокалорий? Это не так много, потому что, я хочу сказать, некоторые переоценивают, думают, что вот я где-то там пошел, поплавал, побегал, и значит, я потратил кучу энергии, могу теперь хорошенько поесть, чтобы ее компенсировать. Но дело в том, что 600 килокалорий – это плитка шоколада. То есть вы съедите четверть плитки шоколада, и чтобы эту четверть плитки шоколада отработать, нужно 8 километров проехать на велосипеде. Это достаточно много. Самое удивительное, что болезнь гиподинамия поражает вовсе не бездельников. В группе риска как раз работающие люди и школьники. Можно сколько угодно читать про здоровый образ жизни и пользу 10 тысяч шагов в плотном рабочем и учебном графике, время на спортзал, да и на физические упражнения дома, просто так не появится. Надо просто изменить свои привычки. Эффект будет только при регулярных нагрузках. Тогда будет достигнут эффект. Поэтому чем выше интенсивность, тем меньше нужно потратить время. И что еще важно отметить? Я уже несколько раз вспоминала слово регулярность, поэтому я хочу перейти от количества к качеству. Важный момент – это занятие хотя бы 3 раза в неделю. Считаются вот такие рекомендации для современного человека, что зарядка каждый день, потому что если человек делает зарядку просто там 10 минут, это вообще как бы не считается, там ни такой особой нагрузки нету. Это в основном идет занятие на того, чтобы поддержать растянутость, гибкость суставов, мышц и так далее. Это где-то ежедневная зарядка должна быть. 3-5 раз вот такая вот нагрузка, аэробная нагрузка желательно. Это занятия где-то могут быть или плавание, велосипед, тренажерный зал. Но плюс к этому еще нужно хотя бы ежедневно ходить пешком хотя бы полчаса. Не менее двух месяцев надо приучать организм к здоровой физической нагрузке. И только после этого можно утверждать, что вы втянулись. Наращивайте нагрузку постепенно. Гулять можно сразу по 20 минут. А вот во время гимнастики добавляйте к 100 начальным движениям по 50 новых каждую неделю. Необходимо начинать с умеренных нагрузок. И здесь можно прислушиваться к организму, постепенно увеличивая интенсивность. Потому что для какого-то человека тренированного, для него уже может быть и большие нагрузки. Потому что если человек тренирован, он без труда и пробежит какое-то расстояние. А для нетренированного человека даже на третий этаж по лестнице поднятся проблемы. Поэтому здесь важно оценить свои возможности. Если у человека есть какое-то хроническое заболевание, то, конечно, однозначно нужно проконсультироваться с врачом. Если заболеваний нет, то можно как бы попытаться самому подобрать с минимума. Когда человек выходит на какой-то уровень тренированности, его сам организм подсказывает, что надо двигаться вперед. Он чувствует, что ему этих нагрузок уже мало и постепенно начинает продвигаться вперед. В распоряжении каждого человека есть недорогие и очень эффективные виды спортивной нагрузки. Самое полезное из которых прогулки и домашняя гимнастика. Наиболее благоприятные для человека и для подростков для снятия эмоционального напряжения те виды спорта, которые связаны со скольжением. Плавание, лыжи, катание на коньках. Они лучше всего снимают эмоциональное напряжение. Поэтому это очень важно для каждого человека. И здесь что бы еще хотелось отметить? Что такой важный момент, как воздействие на сердечно-сосудистую систему. Потому что важным показателем здоровья является пульс и частота дыхания. Поэтому у человека тренированного частота дыхания уменьшается и пульс уменьшается. За счет увеличения глубины и за счет изменения работы сердца. Физические нагрузки используют для преодоления депрессии, как основной фактор для снижения доз инсулина при диабете, для нормализации уровня холестерина в крови. Три аэробные тренировки по 30 минут снижают уровень холестерина эффективнее, чем специальные препараты. Самое надежное, экологически чистое и простое лекарство, здоровый образ жизни и разумная диета без излишеств. Природа запрограммировала нас на движение. Гиподинамию можно и нужно поставить на место. Для этого не потребуется слишком много времени и денег. 3 декабря в Беларуси отметят Международный день инвалидов. Он призван обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями. Напомнить о необходимости быть добрее и проявлять сострадание. Так в Барановичах пройдет традиционное торжественное мероприятие. В городском Доме культуры состоится насыщенная программа. Ярмарка талантов. Концерт и вечер отдыха на танцполе в сопровождении живой музыки. В лицее машиностроения состоялся танцевальный флешмоб «Мы против СПИДа». Учащиеся обратили внимание на актуальную в наше время проблему ВИЧ и СПИД. Здесь собрались все неравнодушные к данному заболеванию, те, кто не хочет и не может оставаться в стороне. Ведь только вместе мы сможем остановить распространение ВИЧ. СПИД не щадит на свете никого, кто подвергает жизнь своей болезни. Она лишить вас может вмиг всего. И раз пришла беда, то не исчезнет. Всемирный день борьбы со СПИДом мы должны отпраздновать громко, вдохновенно, чтобы уберечь здоровых от чумы и взять от жизни прелесть непременно. Ярко и необычно прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы против СПИДа. В Лицее машиностроения состоялся танцевальный флешмоб. Участие в нем приняли ребята учебного заведения. Выступление организовано с целью повышения уровня информированности учащихся о данной проблеме. Они призывают весь мир запомнить одно. Жизнь дана лишь один раз. За светлое будущее нации нужно бороться. Именно с помощью танца юноши и девушки показали свое положительное отношение к здоровому образу жизни. В рамках Международного дня борьбы со СПИДом в нашем лицее прошел ставший уже традиционным танцевальный флешмоб. Основная цель акции – это пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодежи к проблеме ВИЧ-инфекции. Основные участники акции в рамках этого дня приобщились к той глобальной проблеме, которая существует сегодня в мире. Таким образом, мы стали участниками одного большого и хорошего дела. И это очень радует. Танцевальный флешмоб, организованный ребятами лицея, поддерживает социальную активность молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе по формированию ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих. В течение дня в учебном заведении проходили мероприятия, посвященные всемирной кампании против СПИДа. Проведены тренинги, где каждый смог продемонстрировать свои знания по данному заболеванию. Ведь предотвратить болезнь намного легче, чем искать лекарства и врачей. И только все вместе мы сможем остановить распространение ВИЧ. Следует сказать, что современные подростки с большим энтузиазмом и с желанием откликаются на подобного рода мероприятия, охотно участвуют, готовятся очень ответственно и принимают таким образом свое посильное участие в данной акции. Кроме этого, сегодня в рамках мероприятия к этому дню и сотрудники учащейся лицея могли повязать красную ленточку на веточку символичного дерева, таким образом тоже становясь солидарными к этой проблеме. СПИД и ВИЧ – это повод задуматься об ответственности за свое здоровье и за здоровье своих близких. Кратковременный снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные. На следующей неделе прогнозируется потепление. Об этом сообщили синоптики. На этой неделе скандинавский антициклон обусловил в Беларуси морозную погоду с температурным фоном на 3,7 градусов ниже климатической нормы. В пятницу 30 ноября территория Беларуси останется под влиянием западной периферии холодного антициклона. Будет без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью 6-12 градусов мороза. Днем будет 2,4 ниже нуля.